Тут, конечно, просто сумасшествие. Язычки, креветки, лобстеры. Вот я взял тако лобстер за 14 евро и взял вот такую вот тарелочку с морепродуктами за 15 евро. Боже, какая красота здесь. Настолько все разнообразно. Крапаччо из кальмаров, креветки, гребешок, обурец, крабы, ежи. Все, что ты хочешь. Пиво разливное. Вот здесь вон бутерброды с красной икрой с креветкой. А дуреть можно просто с этой всей красотой. Но нужно аккуратно смотреть за карманами, за кошельком. Бомжей много, попрошаек много. Вот, поэтому тут нужно не расслабляться. У нас вечер сумасшествия. Здесь везде вот такая атмосфера. Вид не очень, но мы специально пришли на рынок Сан-Мигель. Тут можно покушать разных штук на вынос и попить пиво вкусного. Это довольно-таки культовое место в Мадриде. И мы сейчас идем туда перекусить, погулять, посмотреть. Потому что, ой, как здесь здорово, красиво. Старый центр города. Мадрид неописуемый. Все, идем в Меркадо де Сан-Мигель. Идем туда. Ой, и он нас встречает сразу с висящими хамоновскими ногами. Боже, это какой-то... Это какой-то нереал. Это что-то нереальное. Здесь можно всего просто объесться. Ноги пилят, ноги режут, ноги завернутые. Фуэт в ассортименте. Класс, обалденный такой интересный рынок. Очень интересная локация. Туристическое, очень популярное местечко. Туристическое, популярное местечко. Люди сидят, люди стоят, люди пьют, люди едят. И, боже, сколько здесь всего. Сколько здесь всего. Вот эти вкусные такие такосы. Одуреть. Одуреть с рыбой. Супер место. Морепродуктики, всякие грехи. Ух ты, устрицы, морепродукты. И мы сейчас будем что-то находить вкусное. Пить пиво разливное. Одуренные местят. Креветки в пляре. Куча людей. Но мы этого и хотели. Здорово. Сюда вот можно заехать. Если не можешь зайти, люди набирают тарелки с едой. Очень здорово. Идем кушать. Занять отдельное место, это просто нереально. А занять отдельное место и сидячее, это что-то из разряда фантастики. Просто повезло, что люди уходили. В общем, два пива, 0,3 светлое и 0,5 темное, 12 евро. Про свой тако лобстер и салат я уже рассказывал. Даша пошла себе что-то купить. Она говорит, пошли вместе, оставим тут что-то, чтобы люди не заняли место. Но я отказался от этой идеи. Поэтому мы пошли по отдельности, потому что здесь, опять же повторюсь, по прошайке и не только. Ну и место оставлять очень стрёмно, потому что его сразу займут. Здесь огромный, естественно, плыв людей. Люди общаются, кушают, болтают, пьют, стоя, сидя, как угодно. Но сидя, конечно же, приятнее. Мы всем советуем рынок Сан-Мигель как туристическое место, как вкусный перекус, атмосфера. Очень много людей со всех стран сюда приходят, кушают, едят, общаются. Очень клёвое место. Но нужно быть готовым к тому, что тяжело занять место, толкучка, попрошайки и всякие элементы, которые могут свистнуть вашу сумку.